И надеясь на то, что здесь ЕГЭ все-таки обидится на Alliance и Alliance карту проиграет. Вот такие вот расклады у нас в группе A. Остальные все результаты уже более-менее ясны. Да, мы вот смотрели с Рустамом только что итог предыдущей встречи, когда ЕГЭ приняли вот это решение идти до конца гейминг, как говорится. И по итогу оказались правы, наверное, там ЕГЭ. Да, у нас аналитики говорили, что можно было просто пойти поломать стороны. Да, это было более сейвовым решением. Можно было сделать там мегакрипов, сыграть более надежно, казалось бы. Но кто его знает, что бы произошло в том случае. Успели ли они бы сделать этих мегакрипов, хотя мы видим, что в трон у них не получилось зайти. Они сделали почти все идеально. ЕГЭ мы смотрели специально на скорости там в 0.5, в 0.25 просто не хватило реально секунды времени. Вот и все. Ну так бывает, да. Ну тут пишут, можно было сперва убить героев и так далее. Ребята, у них там был четкий план. Они шли в трон. И они делали вот именно в плане убийства трона все практически идеально. Там где-то не были прожатым Йолниру, но это бы никак не повлияло абсолютно. Они били трон. Осталось 224 хп. Так бывает. Ну, сори, да, сори. Элайнс, молодцы. Элайнс, молодцы. Элайнс, молодцы. Элайнс, они выбрали нужные цели, убили и все хорошо. Ну что ж, вторая карта. ЕГЭ, Лайнс, Лайнс. Ну, чтобы точно гарантировать себе венеров, нужно желательно победить, конечно же, чтобы не играть переигрывочки. Ну, а ЕГЭ в любом случае, по-моему, будут занимать только второе место. На первое они уже не претендуют, если я не ошибаюсь. Поэтому, по сути дела, сейчас уже эта карта, да, эта уже карта точно ничего не значит для Элджиниуса. Абсолютно ничего. Ну, давайте посмотрим, ЕГЭ дадут ли шанс Лайнс или не дадут. Итак, Лайнс, Огрмаг, Брудмазер. Мы не удивлены, что появляется снова Бруда для Адмирала Бульдога. Но просто сейчас Бруда появляется слишком рано. Если в прошлой игре она появилась замыкающим, да, пятым пиком, и в итоге ты видел общую картину. Ты примерно понимал, против чего тебе придется играть, и Бруда действительно выглядела круто. То сейчас могут появиться герои, которые ее элементарно контрят. Альянс вот банят у нас Сент-Кинг, мы видим Акса, Тбитрайдеры, все, которые вроде бы мешают этой Бруде. Тимбер появляется. Вот, ну, ни одними этими тремя героями, которых забанили Альянс, можно контролить. Еще Тайтхантер есть, который, кстати, в стратегию с Дрорейнджер неплохо вписывается. Вот как раз в роли живой стенки выступает. Так что Альянс здесь могут немножко опростоволоситься со временем. Ну, то есть, да, конечно, брать Бруду сразу, это понятное дело, что хочется, потому что Бруда тащила. Действительно, это было так, но ИГ сейчас могут хорошо пикнуть просто-напросто. Забрали уже Тимберсок, кто уже сказал, хорошее решение против Брудмазер. Забирает себе еще и Бэйна. Кстати говоря, напомним, что Бэйн у нас в последней стадии был забаннен в предыдущей карте. И в целом у ИГ эта стратегия особо не меняется, у них было все неплохо. У них опять рейнджовые персонажи довольно сильные, с огромным количеством физического урона, под пресижен аурой, соответственно. Но на этот раз у них появляется настоящий танк. Не будет того там, той Мираны, которая залетает, 2000 хп ее там сносят в секунду. Будет Тимберсок, который будет не так просто забрать. Да, Тимбер, возможно, кстати, вот по линиям сразу интересно узнать. Тимбер, я так понимаю, будет искать Брудмазер на линии, но Альянс уже демонстрировали то, что они готовы меняться линиями как угодно и сколько угодно раз, лишь бы оказаться в более выгодном для себя положении. Иногда это, конечно, уходит в плюс, иногда это в минус, но в целом Альянс не стесняются свапаться, и это, я считаю, весьма-весьма правильно. Тимбер, Nature's Profit, Draw Ranger вообще можно расставить по линиям как угодно. Можно и триплу с дровкой отправить, и Фуриона в мид, и Тимбера в легкую, если Бруда будет, например, сложно стоять. Можно и Тимбера в мид поставить и дровку в сложную с триплой, и Фуриона в легкую, и наоборот с дровкой Фуриона поступить. Так что вариативность у ЕГЭ здесь колоссальная. Ну, нравится мне то, что Лайнс постарались там как-то контрпикать, брать Скаймага против Тимберсова. Отчасти Скаймаг был неплох, а Свен, ну, в этой играть он неплох, Свен добирает себе Лайнс. Вот он персонаж для лоды получается, вот он тот керри, убиватор, ну, план понятен. Свен там фармит себе свои какие-то артефакты, покупает Блинк, сокращает дистанцию до дровки, с парочки ударов выгрызает, выгрызает он в том числе и Фурионов различных. Единственная проблема Свена это в том, что его тут есть чем контролить, уже есть Бейн. И Бейн, по факту, тот персонаж, который будет держать Свена. Да, и кайтить можно будет, это тоже очень важно, кстати, это же противостояние Фурион против Свена. О мой бог, Манила Мейнджер. Сколько Свенов с рапирами вообще стояло в спрутах, я вспоминаю. Это был и Сайленд, кажется, и Артизи. Да, и Артизи это был. И Энви, по-моему, был. И кто угодно это был. Причем это было даже не только на Маниле, это что, это с Шанхайского, может, Шанхай, да. Это все с Шанхая стартануло, и там был апогей с прутов против Свена, полная контра Свену, Фурион. Я даже вспоминаю после этого Хао, который играл на Свене и покупал Battle Fury. После этого все начали покупать БФ. Ну, не все, окей, многие стали покупать БФ. Многие более снисходительно относились к БФу, когда видели Фуриона, потому что в лейтгейме действительно ты не имеешь банально артефакт. То есть, либо брались герои, либо артефакты типа Форстафа для того, чтобы выталкивать. Но Форстафа тебе иногда для других целей требуется, и если он там один в команде, то зачастую его просто не бывает. Герои далеко слишком находятся. Вот чем она прекрасна дота, что вы можете там отъесть всех своих героев, зафармить им 6 слотов, и вы будете стоять. И тебе не хватает какого-то Квилинг Блейда. Да, 200 монеточек тебе не хватает. У тебя просто этого нет в инвентаре, и ты проигрываешь игру. Такое тоже бывает. Да, уж, конечно. За эту дотку, наверное, и любим все же. Последний пик для Альянс. Пака у них убрали. У С4 остаются еще такие сигнатурные герои, наверное, как Queen of Pain, как Templar, как... кто еще? Для Айсфата? Да, да, да. Какие еще есть варианты? Вот, ну, не хотел я его говорить, ну, потому что этот Тимбер, он его просто... Прям так? Да. Тимбер нужно выбирать, против кого будет стоять. Против Брутмазер или против Драгонайт, против того и другого может делать. Ну, тогда нужно взять еще одного персонажа. Хорошо, так. Нужен кто-то вот на отспам. Суппорт с отспамом, который может... Короче, ты Бэйн Мирана забей. Мирана, 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 Мирана. Мирана норм. Нет, ну, пауки вот эти вот мерзкие. Будут потом стрелы ловить. Не знаю, это же самая простая комбинация. Ну, хорошо, Кунка. Нет, Кунка... Но Тайт Брингер есть, против Паучков. Окей. Да не будет Тайт Брингера, потому что даже суппорт Кунка. Это же не Лан М. В смысле, я видел вчера суппорт Кунка, который на 2 вкачал Тайт Брингера на третьем левеле. Ну, вот Тайдуха появляется. Ну, про него как раз и говорили еще в самом самом начале. Так, а что у нас получается? У нас тут нет из профит семи суппорт. Ну, как семи суппорт? Лесник. Выходит, что так. Да, это будет жадность. Это будет большая, прибольшая жадность, за которую сейчас, скорее всего, будут наказывать Альянс. Они могут это сделать, потому что у них Скаймак и Огрмак, два неплохих роумера. Но при этом и Бруда, и Свен, и Драгонайт нуждаются в фарме. Они не могут так быстро взять и проносить линии и так далее. Но ты можешь просто к ним приходить, убивать. Вот в этом-то и штука. То, что ты к Свену приходишь, можно со Свеном убить. К Драгонайт приходишь, с Драгонайтом можно кого-то убить. И Бруда единственная такая вяленькая, но в целом даже к ней можно прийти и попытаться кого-то загрызть. Давайте поглядим. Герои вот хорошего Альянса. Мне пока все нравится. У ЕГЭ тоже, конечно, герои неплохие. Они и по отдельности норм, но меня смущает именно стадия лейнинга. Вот если представить, что у них у всех дела с фармом стоят плюс-минус хорошо, то ладно, я соглашусь, что у ЕГЭ тоже неплохой пик. Но вот как они будут на линиях стоять, это отдельная тема для разговора. Хорошо, давайте пока представим героев. Итак, СВО сыграет на Драгонайте в миде. Адмирал Бульдог, конечно же, взял свою бродмаза, пошел на сложную. ЕГЭ Огрмак сыграет лоду на керри Свене. Ну и получается, Насаки будет играть на суппорт Скаймаги. Да, все так и есть. Ну и у ЕГЭ в PPD Бэйн, Тимберсоу в исполнении Сумаила, Натайдхантри, Юниверс, Нейчерс Профит от Зая и Дроу Рейнджер Фир. Угу. Да, вторую игру подряд будет фир играть на Дроу Рейнджер. У нее, в принципе, и первая карта была неплохая. Да и в целом, как бы, победить могли и Лайонс, и ЕГЭ. Так уж получилось, что выиграли просто и Лайонс. Не значит это то, что там стратегия была плохая или они там очень плохо исполнили. Ну где-то, где-то не доиграли, может быть, но тем не менее все было довольно ровно. Так что поглядим, как с этим пиком справится и Белджиниус. Пока по линиям, а еще не определились с толком, я уверен, ЕГЭ. Потому что, опять же, можно по-разному поставить своих персонажей. Сумаил может пойти и в мид. Возле легкой линии тоже трется. Сумаил хочет найти Бруду. Вот что он хочет сделать. Да, Бруда, причем, смотри, вот Альянс делает эту стандартную штуку. То есть, Бруда выходит, ставит сетку. И, мол, симулирует то, что она отправится на топ. Но, вот, сейчас я увидел пенек. И пошла инфа. И теперь Сумаил, скорее всего, 100% отправился на Р. Да, он сразу же туда убегает. Все. Он понимает то, что у Бруды нет времени для того, чтобы перетянуться. Если только Бруда там не псих с телепорта не улетит. Да, ну и получается, что в миде будет стоять Фир против плюс ППД. Такая добла хорошая. Где ППД будет, конечно же, гонять Драгон Найта. А Фир будет спокойно забирать крипов. Ну, как вы уже определяли с вами то, что Бэйн действительно хороший суппорт. У него замечательные статы. Ну и, плюс ко всему, он сейчас получает поддержку еще от Фира в виде Пресижен Ауры. Поэтому с этим Бэйном разбираться будет невероятно сложно. Ну, Драгон Найт и Огромаг два милишных героя. А здесь вряд ли с ним все-таки справиться. Ну, посмотрим сейчас ППД. Мне вот поэтому кажется, что Альянсом нужно привезти сюда еще одного пацана. Триплу сделать на миде? Не обязательно триплу. В смысле просто развалить. Прийти разочек и убить там либо Фира, либо ППД. Чуть-чуть подкачаться, а потом можно отправляться дальше там с Тайдухой разбираться. Но просто оставлять Тайду одного тоже не хочется. Сто процентов. И вот Аки сейчас, мы видим, на всю ману начинает кастовать. Юниверс, кстати, потратил энкор смеш. И можно было, я думаю, на него и напасть через оглушение. Но почему-то Лода не стал этого делать. Ну, видимо, не поверили в то, что смогут сделать фраг. Поэтому Юниверс сейчас отпекает. Юзайт Хилинг Селф. Ну, он знает, что Скай Макс сейчас полностью выкоснулся. У него очень мало осталось МП. Есть еще очень много тангусиков в Тайдхантера. Ну, Юниверс, как понимаете, в Тайдхантере должен контролировать свою линию. Он этим занимается. Пока полный порядок. Зарабатывает себе экспириенс. Крипам, конечно, не подпускают особо. Но вот сейчас Аки совсем скоро лишится уже все-таки своего МП. Правда, тут Юзайт Клэрити. У него еще один Клэрити есть в инвентаре. И Регеница. Регеница держит дистанцию. К Юниверсу не подходит. Юниверс страдает. Юниверс, пока Кракеншелл не получил, ему очень больно. И Клэрити крип сбивает все-таки. Есть еще один Клэрити. Она придет сейчас. Но это последний. Да, действительно. Вот, правда, можно курьером еще притащить. Ну, в целом, пока Аки справляется с задачей. И вот именно гонение оффлейнера – это очень важная задача, безусловно. Ну, не так много суппортов, которые могут похвастаться тем, что дейтхантеров соло гоняли. Ну и смотри, что получается. Вот, я тогда переживал… А, сейчас. Погоди, у нас Юниверс пытаются убить. Все же. А, да, его заберут здесь. Феррифайр. И это Ферзблат. Да, подловили. Причем Ферзблат для Скаймага, которому он очень сильно нужен. Почему? Потому что нужно как-то ману получать. И это намек на, возможно, быстрый Арканбутс. Если сейчас Аки хорошо выстоит. Он суицидится. Да, он суицидится. Он просто берет себе сейчас тапок, телепорты, может, Кларит еще возьмет. Да, и вернется. Потому что Тайд вернется сейчас на линию полной. Значит, нужно с ним опять справляться. А ты без маны. Соответственно, вот так вот умереть и вернуться на линию – это самое правильное решение, которое можно было предпринять. Ну и, соответственно, дейтхантер понимает, что то же самое с ним произойдет, если он еще раз вернется на свой оффлейн, поэтому перемещается в леса. А у него ничего нет. Он не может фармить, понимаешь? У него Кракеншелла даже нет. То есть его эти урсы сейчас уничтожают. Неприятно, больно. Нет у него ни Аронталона, ничего пока такого нет. Нужно получать экспиренс хотя бы на левел 2. И, конечно, подождать, чтобы деньги накапали на шмотку. Что в миде? В миде у нас на деревне эфир получает 11 на 2 крип стат. У Испо 10 на 4. Мы видим, что пока довольно равное противостояние получается двух мид героев. На топе у нас там Тимберсоу и Бруда. Но давайте поглядим. То есть у Сумаила крипов 11, у Адмирала Бульдога 16. Ну, Адмирал Бульдог все-таки понимает, что подставлять своих паучков под Тимбера нельзя. Пытается фармить одновременно и нейтральных крипов, мы видим, и при этом забирать еще крипов у Тимбера. Так что, ну, Адмирал Бульдог все-таки, кто бы против него не стоял, он свою линию обычно вытаскивает напротив. Угу. Он опытный. Ну, он просто прекрасно понимает, что с Тимбером воевать не стоит, поэтому и выбирает другую локацию. В этом, собственно, универсальность Бруда и заключается. Аки выходит на центр. Очень сладкий эфир стоит, пошел к конкассе в шот, залетает, еще и гнает, но драгонать слишком далеко. Хотя может быть задует снизу, да, но в итоге Аки умирает. Какая же досадная ошибка. Зай сюда перетянулся. Ну, мобильный фурион, надо понимать, что он не просто АФК лес будет фармить. У него всегда будет телепортейшн, у него всегда будут спруты, которые он уже предусмотрительно прокачал, и будет приходить помогать. Поэтому загуливать далеко тоже нельзя. Конечно, очень хорошая была опция убить именно здесь фира, потому что его гармак там на хосте был, и казалось бы, все, готово. Однако драгонать без стана, брасфайр первого уровня, это все-таки еще не тот персонаж, который способен убивать. Ему нужен еще левел и еще артефакт, конечно же. Один в один вот таки получается у нас пока игра по фрагам. Тайтхантер себя очень плохо чувствует. Второй уровень, с Кракеншиллом, конечно, уже попроще, но тут уже Свен просто сильно раскачан. Сейчас получит пятый, и уже можно будет и отлететь. Причем очень много вардов. Вот как раз сказывается отсутствие еще одного суппорта. То есть фурион, конечно, фармит. Это круто. Вот то, что фуриона не наказывают, это очень классно. Из-за этого просто очень сильно страдает тайт. Если в один прекрасный момент не будет там либо реведжа, либо еще чего. Вот сейчас приходит бэйн, усыпляет, а от этого ничего не поменяется. Сейчас Аки проснется. Фурион прилетает за спину с Айди, если преграждает путь Аки. Не дает ему отойти. Пару ударов в спину. Очень больно. Теперь спруты. Еще удар. Аки выживает. Свен уже дал свой стан. Фраг сделать, конечно, здесь не получилось. Но довольно неплохо пробивают героев на легкой линии. И Лайнс теряет время. Особенно теряет время лоуды, конечно, которые не бьют крипов. Да, в ЕГЭ я тоже хочу сказать, не слишком-то круто тут все делают. Потому что ДК в меде таким образом отпускают. Он просто идет на Фира, прет. И Бруду никто не трогает. В прошлой игре мы помним, в чем закончилось отсутствие контроля по Бруде. Конечно, здесь тоже и Сумаил замечательно фармит. Но если мы посмотрим на Нетворса, мы увидим то, что у Свена и у как раз Брудмазер два лучших показателя. Да, это действительно так. Свен все еще остается на легкой линии, все еще продолжает быть скрипов. Ну, если будут сейчас, ребята, там, из-за Вилджиниу стратить огромное количество ресурсов на поимку Адмирал Бульдога, это все может очень плохо закончиться. Потому что поймать его, во-первых, сложно. Во-вторых, нечем толком туда, если так посмотреть. Да, контроля никакого нет. Пока у Бэйна там уровень 6 не появится, вообще нечем его ловить. И Тайтхантер превращается в суппорта. У него третий уровень, 800 Нетворса. Да. Ему в один момент нужно будет, конечно, создать Space. Когда его команда активно пойдет драться или пушить Tower, что могут делать и Блджиниус, когда появится хорошая прессижена, например, третьего уровня, как сейчас, то на Тайтхантера будут немного забивать и Лайнс, будут заняты немного не этим, и Тайтхантер сможет свое нафармить. Но это, опять же, через какой-то промежуток времени. Пока все стоят в своих линиях, пока все стараются как-то вот помешать кор-героям. В частности, касается суппортов. С4 хорошо в миде контроле, 12 днаев у него. И, в итоге, Draw Ranger очень много не достается здесь. Самый Draw Ranger 24 на 2 крипстат. Нетворс только пятый, кстати говоря, на карте. Действительно, у Драгона это проигрывает, проигрывает уже 700 калты. Но есть Фурион. Фурион, конечно, в этом плане и хорош, и плох. Хорош тем, что он уже шестой уровень, если что. У него очень много ресурсов. Он уже догоняет дровку по Нетворсу. 2-0 талисмана. Купил себе Зая. Интересно начинять билд. И Блайдстоун как раз, да. Для того, чтобы лес чуть быстрее фармить. Вот Блайдстоун, кстати, очень крутая штука, именно для лесного фарма на таком персонаже. Они на Юверсу внизу нападают. Хорошо его пытаются здесь забрать, потому что никакого реведжа, естественно, пока быть не может. Аки вновь прогрызает себе выход. Ну там, Варкрай хороший, мы успеем. Аки просто прогрызает себе пароход и убегает. Ну, как-то не получается, пока ОППД вовремя подойти, чтобы достанеть. Как-то там немного заблокировать выход, например, тому же самому Скаймагу. Окружить. Постоянно Бейддет оказывается пизоди. Драгонайт. Включается в свою первую форму. Пытается пробить Раден Тавер. Есть Клифф. Фир здесь на это все смотрит. Дел не может ничего противопоставить. Даже Гаста нет. И нужна поддержка стороны тиммейтов. Иначе Тавер можно будет лишиться. На Уграды появляется Мидас. Все тот же. И Драгонайт. Как же под бафом он нормально разваливается. Слушай. До пульта все еще живет. Бейм еще здесь появился. Но и благодаря Коррозив Брессу, наверное, смогут еще забрать. Так, пакет тут. Намортник такой одели на Драгонайда. Уград стал мой намортник. Отобрал пакет. И минус вышка. Видимо, да. И опять же, ничего не получается сделать. Падает Тавер. Там, правда, тем временем и Фурион. Снизу Тавер забрал. Так что один в один. Тут еще Брудмамка перетянулась. И здесь вообще четыре героя. Аки также на центре. Ну, Тувил Джениусу тоже три персонажа здесь. Четвертый тоже подходит. Будут ли постараться как-то цеплять? Нет. Кипеди не достал ни до кого. Ну, в итоге и сами Элайн здесь оказались большим количеством героев. И ЕГЭ тоже стянулись на своих персонажей. Как-то все вот стянулись. И теперь нужно вновь распределиться по карте. Опять же, с всего этого выигрывает Адмирал Бульдог. Вот мы вчера, точнее вчера, сегодня уже вспоминали и видели, как за счет двух Медасов можно игру выравнивать после проигранного начала. Формил, мы помним, тогда и Медведь от лоды, и Адмирал Бульдог с Медасом. Здесь та же самая ситуация. Начало еще и выигранное, к тому же. Да. Тут все еще немного лучше. В итоге получается, Сумаил в попытке зафармить паучков промахивается. Тратит много маны. Прилетает сюда в фурион с просветкой. Тратит просветку, бруду не находит. Па-па-па-пам! Это мы и говорили. Как ловить эту бруду? Ну, это очень сложно сделать. Ох... Бульдог сейчас выигрывает нереальное количество времени. Еще и подпушивает Тауэр. Еще и съедает пачку крипов. Но как раз таки заслуживает все-таки бан бруды Alliance. Это точно. Потому что Бульдог какой-то сверх дикий на этом герое. А это нормально то, что у меня на вот этой карте, когда днем стоит сетка, ее вообще практически не видно. Я сетку тоже не вижу. Ну вот она есть. Ну да, да, да. Но это как-то немного неправильно, как по мне. Наоборот круто. Вот эта карта, когда усеяна вся сетками, это же вообще ужасно. Не, ну ты хотя бы видишь примерную границу, где можно бруду искать. А тут границы нет. Ну ладно, у нас там сейчас будет нападение. Напали на Сумаила. Сумаил под Сайленсом. Его в первую очередь убивают. И с ним справляются очень легко. Остальные ТП. Нужно уходить. Нужно убегать. Хорошо перетянутся. Опять этот Скаймак против Тимбера. Мы уже сегодня видели это. Сегодня это уже работало. Ты просто вешаешь Сайленс и все. Да, вот там советовал, я помню, НС в своей, да, полной контре. При этом котла брать против Тимбера за счет того, что монолик. Ну вот и Скаймак неплохо-то подходит. Ну, понятное дело, что с командой. То есть в соло вряд ли что-то может Скаймак этому Тимберсову предложить. Однако вот этот шестисекундный Сайленс на последнем уровне прокачки очень серьезно помогает. Если команда опять же рядом. А команда рядом. Лайнс хорошо перетянули сейчас. Делали ТПшки. Убили одного героя. Ну и Тавр снесли при всем при этом. Так что замечательно. Опять же очень серьезно усилилась Брута. При всем при этом. 1-0-0. 1700 голды. Мы помним, что следующим артефактом у Бульдога в предыдущей карте появился Сабля. Ты смотри, где Фурион фармит. Такой жук. А Бузер. Зай. Из папчика взял вот это вот. Фармить с хайграунда. Ну, тяжело просто найти здесь этого Фуриона. А даже если ты видишь, что он там фармит, то его достать оттуда тяжело. Просто нечем иногда будет выдергивать. Вызволить никак. Да. Что там у лоуду? Лоуды 2 ассиста. Между прочим, он тоже держится на 2-й дефис 3-й точке на карте. По фарму, опять же, у него есть армлет, 2 ассиста. В общем-то, фарм идет. Что интересно, в последнее время ребята стали отталкиваться уже не от Доминатора на СВ. Они перестали делать какие-то стаки на эншентах самостоятельно или с помощью своих тиммейтов. Все же, такой больше боевой стенд у нас получился. Ну, вчера у нас тоже были различные билды, я также обратил на это внимание. Но были и все-таки изначальные версии Свена, да, и игры под него. То есть некоторые команды продолжают делать много стаки. Пока еще эта тенденция не умерла целиком. Ну, там Угармаг сейчас помогает. Он три стака на эншентах уже сделал, мы видим. Так что Свена будет дополнительный фарм. В любом случае. Просто не будет нейтрального крипа. Быстрого. Ну что, 12-ая минута встречи. Пока все под контролем у Олайнс. Есть преимущество в размере 3000 по деньгам, по экспириенсу 2000. В стадию лейнинга можно сказать, что они выиграли. Ну, а что дальше будет происходить, сейчас узнаем. Там, на самом деле, вот опять же, сказывается то, что получается 4 кор героя номинальных у ЕГЭ. Потому что Фурион тоже имеет свои деньги. Все же у Лайнс два героя просели. Мы видим, что Угармаг и Скаймаг находятся на последнем и предпредпоследнем позиции. Да, Тайтхантер начинает немножечко выфармливать. У него все-таки уже хорошие слоты начинают появляться. И по уровню он всех уже догнал. Это уже, возможно, повод для Альянс немного задуматься. Но, если честно, имея таких героев, как Свен, Бруда и Драгон Найт, я бы вообще не парился. Ну, по поводу того, что вы там толком-то не пушите. Фишка не в том, чтобы вы кого-то быстро задавили. Фишка в том, чтобы не задавили быстро вас. Ибо в Лейте Свен ДК с Брудой, это, наверное, последнее, что я бы хотел увидеть против себя в команде в пике. Да, очень честная связка героев получается. Они очень жирные, они очень живучие. И при этом урона наносят невероятно много. Причем урон по области очень важный. Что Свен, что Драгон Найт обладают сплэшом. При этом один обладает сплэшом дальнего. Типа атаки, это вообще смешно. Нашли Сумаила и убивают его. Под печать. Точно так же разобрали. Тем временем пытаюсь найти информацию о том, как закончился матч ТНС. Против Escape Gaming, вторая карта. Я тебе сейчас скажу, как он закончился. ТНС 77. Они выиграли последнюю карту. Ну все, в руках теперь Alliance. Если Alliance выигрывают, они топ-4. Они в винарах, они топ-12 International как минимум. Если проигрывают, будет перекровка между ТНС и Лайнс. То есть сейчас у Alliance идет игра за... Извините, извините, извините. 300 тысяч долларов? Ну да. По факту да. Неплохо. Карта на 300 штук. Поехали. Поехали смотреть Alliance. Разница в 200 получается. Вот за 13-16 дают там 99 и за 9-12 место дают 297. Ну округляем там 100 и 300, да. Разница в 200 тысяч долларов. Разыгрывается прямо сейчас в прямом эфире. Как за час заработать 200 штук. Да, да, да. Наглядное пособие от Alliance. Или не заработать. А мы сейчас посмотрим. И пока, вы знаете, на карте у них очень даже благоприятная обстановка. У них все под контролем. Три кор-героя на высоте. Суппорта стараются тоже не отпускать. Вообще, цикл героя тоже стараются находить свой фарм. Фармят себе артефакты. Сапля появилась, армлет. В общем-то, все в порядке. С Мидосом фармит у нас также Прут Мазар. Который появился в Огрклаб. Она делает себе БКБ, мы знаем. Бульдог любит такой айтем-билд. И Evil Geniuses не знает, что с этим сотворить. Бегает здесь и Фирмы, видимо. И Юниверс, на оффлейне вдвоем. Ни одного реведжа мы еще, кстати говоря, за карту не увидели. Фир так и не доформил там себе еще какие-то первые артефакты. Нет до сих пор Таган Лэнса. Пытился в Орбит Маску. В общем-то, они все так хорошо у Evil Geniuses. Ну вот, Виталий Тепустр полетел. Сумаил. Сумаил выходит в Блоксон. Совсем скоро появится. Здесь Мирал Бульдог расставляет центрики. Расставляет также еще и сетки. И собираются пушить Илайнс. Там со спины, кстати говоря, могут найти. Фир. Фир. Теп-аут в наглую. И сбили. Сфу успел в последнюю секунду дать стан. И Фир просто отдается. Он там стоял и ждал удобного момента для выхода. Ты смотри, еще где Бульдожек стоит. Он тоже готов выходить. А, конечно, это идет дальше на блинке. Отлично синициировал в Юниверс. Прот, может быть, самая приятная цель получает реведж. Но до 100 подошедших тоже страдает. И там под чакрамом три героя. Они просто испепеляются. Реведж был в итоге неплохой. Но заканчивается урон у ЕГЭ. Юниверсы сдувают. И оглушение по ППД. Это просто уничтожение. Минус четыре от шведов. Да, но казалось бы, инициация не самая удачная. То есть вы идете прямо под Тайтхантера, под его реведж. Но демиджа действительно не хватило. И не было дроу рейджа рядом. Помнишь, я ведь говорил, один из неприятных моментов. Почему эти герои очень крутые. Они все жирные. В итоге даже идет реведж и все. Из-за того, что Тимбер очень долго находился под Сайленсом, он кинул чакрам. Чакрам реально много бил. Он по трем героям. Он просто на них стоял очень долго. Но если бы не было Сайленса на Тимбере, он бы еще больше урона влил. И тогда бы у шведов мало не показалось. Ну еще надо понимать, что магического урона довольно мало у Вилджиниус. А по факту бьют там физик и стараются. В всяком случае дроу рейджер и так далее. Но там варкрай. Там варкрай. И он мешает пробить с руки. Заятера не пытается убить. Зая ушел. Что поспорить? Ну, магия есть. Да. Но опять же, в случае, если нам накрывают вас Сайленсом вашего Сумаила, у вас магии фактически уже и нет теперь. Этхантер, конечно, якорем машет. Но это мало что доступно. На что остальное? Остальное у него ничего нет. У них такой момент, что у них очень мало и физического, и магического урона получается. Если закрывают Сумаила опять же. Сумаил на самом деле самый вот этот вот дэмэдж-мейкер сейчас в команде Вилджиниус. Вот ему нужно пространство для атаки. Ему нужна свобода действия. Ему нужно что-то, что позволит выходить из Сайленса. То есть это Юл, например. Там Лотусорб все же, наверное, подороже будет, да, там, на порядок. Вот Юл выглядит очень неплохо. Вот Юл стоит 2735, Лотусорб стоит 4000. Соответственно, выбор очевиден. Ибо во время действия печати Skyros Major он бесполезен. Именно. Причем печать как раз таки была про макшен. Скай магом. Ну что ж, 8-2. Хорошую драку провели. Лайн снесли тавр. Все у них замечательно. Сейчас дождались уже отката. Как раз таки форму СФО. И уже можно идти дальше в бой. На очереди, конечно же, внешний Этер 2 товара. Не спешат, не спешат. Все еще пытаются придумать какие-то айтемы себе. Тормлет покупает себе СФО. Есть Блинк Таггер, мы тоже видели. Медальку покупает себе Гормак, кстати говоря, тоже хорошо. Акки. Акки, акки, левел 8. Ну, два талисмана Фуэйджена. Значит, 0 талисмана. И там дальше будет, конечно же, Вэлл. Да, ЕГЭ, что делать с Evil Geniuses? ЕГЭ сейчас нужно просто пытаться откушать свою дроу рейнджер. Потому что она бомж. И пока у нее не появятся артефакты, шансов победить у них, в принципе, нет. Плюс я уже сказал по поводу Юла у Сумаила. У него вот Staff of Wizardry появился. Значит, что он думает примерно так же, как и я. Возможно, точно так же. И, соответственно, пока не появятся у Дровки артефакты и Юл, я еще раз подтверждаю, выходить нельзя. Противопоказано. Но, тем не менее, ЕГЭ использует Смог. Возможно, этим они и руководствуются тем, что, ну, блин, ну какой же глупец пойдет атаковать. А мы можем пойти атаковать. И умереть, конечно, можем, но... Ну, это Смог. Смог в любой ситуации можно юзать. Если вы там находите одного или двух сгулявших героев, вы их очень быстро растаптываете. То есть нельзя идти в лобовую атаку 5 на 5. Я думаю, что ЕГЭ понимают прекрасно. Сейчас бы Свена пеньками подвидеть в 2к16-ом. Свен доволен. 1-0-4 улода. Ему не нужны какие-то стаки с помощью доминатора. Ему не нужны какие-то стаки с помощью фуриона. Фурион только что привел здоровенную пачку пней. Сфуа пошел на Юниверс, нападает через блин-таки, через стан, дает Брэсфайр. Пытается не выпустить из узкого прохода, тот выходит. Конкассив шот пошел. Тут же бульдмазер. Ну и что? Это все остановится. Ставится вард. Оке отходит. Чакрам его прогоняет. Адмирал Бульдок тоже пытается найти себе хорошую позицию для атаки. Например, сейчас PPD вгрызается. Свет по двоим стан! Хорошо! Мистик Флеер туда же правда. Адмирал Бульдок уже с БКБ, ну и не хватает демеджа. Просто не хватает демеджа. Фарбласт. Очередной развал сейчас будет. Очередной сайланс. Вот и пеньками закрывают фира никуда не выйдет. Своего тиммейта просто нас закрыл. Ну и минус пять. Просто кам... Танком проходит у нас элайнс по Evil Geniuses. Ультракил ГГ пишут! Evil Geniuses! Это два года для Альянс. Альянс выходит в сетку Виннеров. Вспоминаю я историю одну. Ну-ка. Я ее рассказывал во время первой карты. В начале. Про секреты... Ой, про Лайнс и Иго. Да-да-да-да-да. Ну... Честно... Молодцы, Лайнс. Вот я так понимаю, что первая выигранная...